всем привет свежий выпуск осык на площадке bagi news почему то что естественно у нас как правило безобразно сейчас расскажу сегодня пройдемся буквально пройдемся по пикантным местам тема такая общественная но в то же время интимная на дворе лето времени на улице проводим больше стало быть доступность отхожих мест общественных туалетов особенно актуально это же среда обитания все-таки культура а у нас с этим да вы сами знаете и не только вы ведь речь идет о здоровой и привлекательной среде обитания в конце концов это вообще показатель нашей общегражданской культуры а если хотите дальше показатель культуры нации это еще одна мы с вами нация привыкшая как-нибудь перебьемся с гостями что делать с туристами но мы же все хотим чтобы иностранцы по регионам нашим катались по паркам и сквером прохаживались если им приспичит друг есть куда интуристу сбегать даже по официальной информации особо некуда самый главный аутсайдер в этой статистике моя малая родина устанайская область в регионе по самым скромным прикидкам не хватает больше 50 санитарно-гигиенических узлов на втором месте туркестанская область приоритетное направление между прочим по части развития туризма там тоже нехватка полсотни санузлов справить нужду цивилизованно негде также в акмолинской алма-атинской актюбинской и западно-казахстанской областях да эта проблема волнует всех наличие санитарных узлов у нас за последние три года было установлен местах массового скопления туристов было установлено более 300 если точнее быть 340 санузлов самые посещаемые объекты там невозможно только бедуинский вариант сходить туалет но страшно но стыдно не поедет туда никогда иностранный турист никогда мы признаем эту проблему она есть и она появилась не то что вот мы работаем 10 месяцев эта проблема появилась она исторически так сложилась исторически так сложилось понимаете я нет у нас много чего исторически сложилось это же не значит что все так и оставить нужно правда или может министр туризма Маржикбаев приставит каждому интуристу переводчика. И как только гостю вдруг по-маленькому прижмет, будет ему объяснять, что мол... Извините, конечно, но у нас тут все так исторически сложилось, что вам, видимо, придется сжать зубы и потерпеть. Действительно, с большим потоком людей, конечно же, будут и такие негативные моменты тоже. И надо говорить правду. И санитарно-гигиенических узлов недостаточное количество. И это есть. Просто в один момент построить везде правильную инфраструктуру, как это сделала Америка, допустим, в послевоенные годы, нам тяжело. Но вот при чем здесь Америка? Да еще и послевоенная. Что за такой мегааргумент? Может, кто объяснит мне недалекому, какая связь между нашими сортирами и американскими? Видимо, это одному вице-министру Иркенбаеву ведомо. Хотя его непосредственный шеф, министр Маржикбаев, в этом вопросе вроде более приземлен. Точно знает, сколько стране, в принципе, общественных туалетов нужно. У нас задача около 500 туалетов. 300 туалетов мы уже построили в местах массового скопления. И в ближайшие два года мы построим еще 100 туалетов. Это не то, что туалеты, это нормальные санитарно-гигиенические узлы. А нормальные санитарно-гигиенические узлы это какие? С чем сравнить можно? Может, с тем, который возвели, другого слова не подберешь, в области Абай, был тут недавно местечковый скандальчик с туалетом за 30 миллионов тенге, который построили прямо в степи. Почти 37 квадратов, электроотопление, мужская кабинка, женская. Мечта, а не сортир. Правда, по цене двухкомнатной квартиры в Астане, в которой квадратов явно побольше. Хотели же нормальный санузел? Требовали? Получайте. Правда, он чаще закрыт, но так и в столице не всегда, мягко говоря, общественные уборные открыты. Ну, не везде, наверное, туалеты закрыты. Но этот вопрос мы возьмем на контроль. Вот сейчас именно сезон начинается, летний, скажем так, курортный. Мы будем заниматься этим вопросом более предметно. Нет-нет-нет, справедливости ради скажу, что эта запертая дверь не показатель. Подавляющее большинство так называемых модульных туалетов, которые лично скатался, проверил наш оператор, рабочие. Другое дело, что мало их, критически мало. Примерно один на 25 тысяч жителей. А если незарегистрированных астанчан прибавить, приезжих, ежедневно въезжающих, просто транзитников, им всем где нужду справлять? Фактически в городе живет почти полтора миллиона, плюс 200 тысяч человек ежедневно заезжает с агломерацией в город. Более 400 тысяч автомобилей ежедневно в городе. Плюс 30 тысяч, по данным дорожной полиции, автомобилей заезжает с ближайших населенных пунктов. Естественно, большая нагрузка идет и на инженерную, и на социальную инфраструктуру. Представили, сколько это писающих мальчиков, девочек, дяденек, тетенек. Поэтому в Астане, как публично пообещал журналистам министр туризма, планируют установить еще 200 общественных туалетов в течение следующих двух лет. Зафиксируйте это обещание, потому как объем колоссальный, особенно с учетом того, что со времен проведения экспо количество уличных санузлов особо не увеличилось. Тут сразу две сотни. Плюс-минус по цене двушки, помните? Но это если со степным, акиматовским размахом. Хотя дополнительные общественные туалеты столице понадобятся уже в этом году. Астана же всемирные игры кочевников принимает, а значит, гостей понаедет. Для нас это очень важное направление, очень важные игры, пятые, юбилейные игры намадов, игры кочевников. Мы ожидаем гостей около трех тысяч спортсменов из более чем ста стран. Гости более чем из ста стран, понимаете? Не секрет же, что по цивилизованности туалетов туристы обычно и судят о культуре проживающего тут народа, правда? А у нас для них, для туристов, разве что по-маленькому сходить. А если посерьезнее что, то тут даже в действующих санузлах начинаются сложности. То бумаги нет, то мыла элементарного. Чисто, похоже, но туалетную бумагу надо брать с собой. Вот так вот. Вода есть, но, к сожалению, без мыла. И это еще образцовые туалеты в самых туристических местах Астаны. Благо, что видео запахи не передает. Местами так пахнет, что глаза режет. И это не считая внутреннего обустройства, продуманного, видимо, кем-то особенно одаренным. Из всех кабинок только в одной была туалетная бумага. И где-то вот снаружи висит. То есть, какая задумка, не в курсе. Нет, понятно, нельзя в этом вопросе все спрашивать с одного лишь Минтуризма. Тем более, что в ведомстве неустанно повторяют одну и ту же мысль. Мол, министерство само туалеты не строит. Оно лишь определяет места и рекомендует Акиматам, где и какие нужно уличные санузлы ставить. Для того, чтобы применить систему улучшения качества сервиса для гостей, это начинается и от санитарно-гигиенических узлов, мы предлагаем разработать рейтинговую систему регионов. У каждого Акимата будет в конце определенного отчетного периода, это может быть месяц, полугодие, квартал, собираться его собственный рейтинг. И регионы-аутсайдеры, естественно, будут вынуждены принимать на себя критику. Гениальные, как всегда, решения, правда? Да-да, авторы из Министерства туризма. Прямо руки зачесались, чтобы полистать эти туалетные рейтинги Акимов. Вот и эту отхожую тему, кажется, выбили. Смотрите осык на площадке Байги Ньюз и, конечно, комментируйте. В волю. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова